Музыка Чтобы побороться за звание лучших в Ленинском округе собрались сотни каратистов со всей страны, от Дальнего Востока до Калининграда. Тем не менее, участники соревнований рассказывают, практически все знакомы лично. На татаме встречаются уже не в первый раз. В первенстве принимают участие каратисты от 14 до 20 лет. На спортивном языке кадеты и юниоры. Соревнуются не только за медали и звания, но и за возможность попасть в сборную страны. Здесь очень высокая конкуренция. Фактически в каждой весовой категории у нас от 30 человек участников. И чтобы выиграть сегодня золотую, серебряную, бронзовую медаль, спортсмен надо привести от 4 до 5 боев. Несмотря на юный возраст участников, среди них много титулованных спортсменов. Например, Артем Старилов из Саратова. Парню 16, а за его плечами уже бронза чемпионата Европы. В этом году попасть в сборную ему не удалось. На первенстве России взял серебро. Но впереди долгие годы спортивной карьеры. Было волнительно, это однозначно. Категория здесь сильная и соперники тоже достаточно сильные. Сейчас тоже идет отбор сборной. Вот как раз-таки я занял второе место, не попал. Но ничего, будем дальше стараться работать. А 14-летняя Юлия Фалдина из Курганской области впервые стала чемпионкой России. Рассказывает, пока это самая значительная победа в ее карьере. Впереди первый в жизни чемпионат Европы, подготовка, тренировки, поездки и встречи с новыми незнакомыми соперниками. Я очень довольна своим результатом, потому что я долго к этому шла. Секрет победы. Ну, это, наверное, главное. Сначала подготовиться хорошо к соревнованиям. Потом, ну, главное слушать тренера. На протяжении соревнований участников поддерживали тренеры. Зачастую давали советы прямо во время боя. Кроме того, напутственные слова юным спортсменам сказали вице-президент Федерации карате России Виктор Хан и заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова. Я вам всем желаю красивых, честных победил. Конечно, побед за травм. Я желаю, будьте внимательны и удобны. Особенно на татане, судите. Помните об этом. Спасибо всем удачи. Карате – это дух, сила духа, сила, смелость, честность, справедливость. Сегодня нам и тогда очень важно, чтобы наша молодожь была спортивной, чтобы наша молодожь знала цену своей совести и чести. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.